Нужно понять, кто будет у тебя покупать твои услуги. Участникам форума на примере небольшой транспортной компании, в которой пять грузовиков рассказали про то, что бизнес начинается не с денег или покупки машин, а с идеи. Идея же – порождение разума, а не тела. Самое большое ограничение у нас в голове. И от них нужно избавиться, потому что в каждом скрытся самый большой потенциал. Здесь очень интересно рассказывают о постановлении своей цели, то, что ты такой же, как и все, и у тебя такие же возможности, как у обычного человека. Я уже начал, оказывается, и довольно-таки правильно начинаю. То, что когда я заболел, грубо говоря, не плакал, а начал действовать, начал также в интернете учиться. Сейчас занимаюсь, продолжаю учиться. Уже есть маленькие, но результаты уже есть. На базе санатория «Анапа» собрались более ста человек со всего Краснодарского края. Помимо тренингов, им рассказывают о взаимодействии с органами власти и волонтерскими организациями. На выходе организаторы планируют получить как минимум три новых социальных проекта. Эти идеи могут в будущем принести такие результаты, о которых наше современное общество, быть может, даже и не представляет. Сегодня, видя ваш зал и видя ваши заинтересованные глаза, вы все молоды, и вы – это будущее всего, что будет происходить. Но вы молодые, и у вас идеи совсем другие. Ваши потребности совсем не те, которые, может быть, были 10 лет назад. Поэтому вносите свои предложения по работе, по обсуждению тем. Мы будем вас слышать. Мы хотим вас слышать. Мы хотим разговаривать с вами на одном языке. В Анапе часть инициатив поступает от участников молодежного совета при главе, которые передвигаются по городу на колясках. Они сегодня, вот знаете, с ограниченными возможностями, но занимают безграничную активную гражданскую позицию. И мы очень рады, что они с нами. Вот как раз они являются контролерами, ездят по городу, проверяют бордюры по заданию главы. И все недочеты воздают ЖКХ и потом их контролируют. В качестве примера Людмила Мурашова привела городской театр, где проходила встреча. Он оборудован подъемниками, пандусами и другими необходимыми вещами. Со слов Валентина Игнатенко, в этом году Краснодарский край на втором месте в стране по объему средств, которые пойдут на организацию безбарьерной среды. Поэтому на краевом уровне рассчитывают, что, по сути, непосредственные заказчики будут активно выходить на местные власти, рассказывая, где необходимо обеспечить проезд. А Сергей Килин отметил, что из-за повышенного интереса делегатов форум, который проходит впервые, в следующий раз соберется не через год, как планировалось ранее, а уже через полгода.